Привет ребята, это видео с пиявками мы начали снимать еще полгода назад. Оно задумывалось как продолжение видео, что будет если пиявку напоить кровью наркомана. Только сегодня пиявкам на обед предстоит попить крови человека больного ковидом, человека который вакцинировался от ковид-19 и еще одна кровь будет человека больного синдромом иммунодефицита, проще говоря с пидом. В видео присутствуют кадры крови впечатлительным просьба не смотреть. Начнем с больного ковидом. И больной ковидом это я, во-первых у меня все симптомы заболевания, во-вторых я сделал тест и он показал что я действительно болен, но чтобы все было честно мы купили второй тест и на видео повторим результаты тестирования. Первым делом распаковываем тампон для мазка, он расположен на очень длинной палочке, чтобы мазок брать с задней стенки носоглотки. К слову это самая неприятная часть теста, ведь палочку нужно засунуть на 10 сантиметров в глубину. От такого раздражения счихать хочется. Далее тампон с образцом слизистой нужно отпустить в буферный раствор, который расположен в отдельной пластиковой емкости. До самого дна прокрутить и нажать на стенку пробирки 10 раз. Далее оставляем тампон в жидкости на одну минуту, а сами тем временем вскрываем пакет с быстрым тестом на антиген ковид-19. По истечению минуты жидкость с образцом набираем в пипетку и выдавливаем на тест. Коль садить на себя пиявку, то пусть сосет кровь с колена. Совместим неприятное с полезным. У меня на колене три операции, куча шрамов, а пиявка все же медицинская. Итак, пиявка в пробирке на низком старте. Уже своими резцами в форме известной марки автомобиля пытаются прогрызть стекло. Но стоило ее опустить на колено, пиявка тут же дала заднюю? Это как вообще? Не голодная? Или ей колено не нравится? Дело скорее всего в волосах. Придется подбрить маленький участок кожи. Все ради эксперимента. И вот со второй попытки пиявка начала присасываться к оголеному участку кожи. Ощущение не из приятных, ну и не сказать, что это больно. Что-то среднее между пчелой и комаром. Уже спустя 10 минут червяк пил кровь с такой жаждой, что прям видно было, как сокращается тело во время проглатывания порции за порцией. Кстати, пиявка может вместить в себя в 7 раз больше крови, чем масса ее тела, а потом 2 года не есть. Итого наблюдать за действиями кровососущего животного пришлось 27 минут. Вот как этот процесс выглядит на таймлапс. Когда пиявка полностью удовлетворила свой аппетит, то просто отпала. Вот тут и начинается самое интересное. Пиявка выпустила в колено столько фермента против сворачивания крови, что сраный льет, как с крана. Скажу наперед, кровь текла почти сутки. Вот к примеру мы приложили гигиеническую прокладку и примотали ее бинтом. А уже спустя 15 минут она была переполнена. Итого через 2 дня на память на колени осталась такая вот ранка. Следующая пиявка будет пить кровушку вакцинированного человека от ковид-19. И этот человек Денис. Удобный эксперимент у нас, когда все подопытные рядом. Если я сажал пиявку на колено, то Денис для эксперимента готов выделить свою руку. У Дениса волосяной покров меньше, но все равно пришлось выбрать маленький участок кожи, чтобы эксперимент состоялся. Фиксируем разницу в поведении пиявок на всех этапах. И пока отличия между тем, с какой жадностью кровосос присасывался к больному и к вакцинированному мы не заметили. Через 10 минут пиявка пьющая Дениса кровь выглядела как беременная с большим животом. Еще через 20 минут визуально казалось, что она скоро лопнет. Это же насколько она эластичная, чтобы увеличиться во столько раз. Редактор субтитров А.Семкин спустя полчаса процесс кровопития закончился и история с обильным выделением продолжилась. Кстати, Денису удалось остановить кровь через 12 часов. А след остался приблизительно такой же. И здесь разницы тоже никакой. Мы поместили обеих пиявок в резервуар с водой, подписали и стали наблюдать за их поведением. Вот тут и случилось самое интересное. Через 3 дня вы разницу можете заметить сами невооруженным глазом. Одна из пиявок стала выплевывать кровь обратно. Да и сама в размерах заметно так уменьшилась. А еще на дне стали собираться сгустки крови. И кстати да, это кровь Дениса, вакцинированного от COVID-19. Вероятно пиявка чувствует себя хуже, чем напившаяся крови больного. Но вы не переживайте, она все так же жива. И если вынуть ее с воды, то видно, что такая же бодрая, активная, можно даже сказать немного возбужденная. Пересадим ее в чистую воду и продолжим наблюдение. Возможно Дениса кровь такая вкусная, что она просто переела. А теперь сравним разницу в поведении между двумя пиявками с COVID-19 внутри и с голодной. Для анализа опускаем обеих в аквариум с рыбками и наблюдаем. И разница заметна буквально со старта. Сытый голодному не товарищ, подумала толстая пиявка, проплыла немного и уселась на водоросль. Изучила обстановку и спустилась на дно. В целом ее поведение можно назвать пассивным, особенно на фоне пиявки, которая почти все это время была в движении. Та в свою очередь плавала в поисках жертвы, наверное. С небольшими перерывами на посидеть, прилипнув к стеклу. Затем отлипала и снова плавала, плавала и еще раз плавала. А теперь отметим, и это важно, что ковидная пиявка хоть немного, но также плавала. Вынимаем ее из аквариума, а на замену опускаем другую. Эта буквально сразу прилипла к стеклу и больше от него не отставала. За полчаса наблюдения пиявка, что пила кровь вакцинированного человека, ни разу не остановилась. С нее энергия как будто прет. Она побывала почти во всех уголках аквариума, но при этом ни разу не плавала. Все перемещения осуществлялись исключительно при помощи присосок. Итого, какой можно сделать вывод из наблюдения. Голодная пиявка предпочитает плавать, хоть со временем успокоилась и остановилась. У вакцинированной энергия бьет ключом, она не остановилась ни на секунду, но при этом совсем не плавала. Пиявка же, напившаяся кровью больного коронавирусом самая пассивная из наблюдаемых. Болеет походу. А теперь ребята, не спрашивайте как и где, но спустя 4 месяца от начала эксперимента мы достали кровь человека больного с пидом. Но сперва давайте посмотрим, что же случилось за это время с предыдущими подопытными, а здесь собственно все без изменений. В размерах ни одна пиявка больше не уменьшалась, кровь больше никто не выплевывал, а главное оба кровососа живы. По правде говоря мы планировали увидеть другой результат, но будем объективны ничего плохого не случилось. И вот он момент истины всего видео. Кровь с прибирки выливаем в чашку Петри. Уже даже сгусток успел образоваться, тромбоциты в ее составе упорно делают свое дело. Накрываем сосуд марлей и опускаем пиявку. Она почти сразу проникла сквозь и теперь буквально купается в крови. Купается, но не пьет, это единственное что от нее требуется. Ладно, убираем пиявку, накрываем сосуд с кровью новой марлей только теперь в 4 слоя и опускаем следующего кровососа. А чтобы червяк не выпал, сверху кладем вторую чашку Петри. Прошло 20 минут, но и это не хочет пить кровь. Третья пиявка. Четвертая. А кровь и нынче там. Кто бы мог подумать, что пиявки будут настолько переборчивы в еде и не захотят пить крови человека больного синдромом иммунодефицита. Что ж, вывод делайте сами. Сегодня все, пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok